Начал заниматься киокушином. Уэй, когда я начинал? Я начинал в Париже, на втором этапе, с Сенсеем Жаном Шато. Я начинал в Париже, в 12 округе с Сенсеем Жаном Шато. Это было в 2001. Я начинал заниматься в 2001 году. До этого я практиковал шатакан карате, когда я был маленьким, но потом я перестал. После того, как я прекратил заниматься шатаканом, я продолжал практиковать спорт, я занимался баскетболом, легкой атлетикой. Я никогда не прекращал заниматься спортом, но позже вернулся в киокушин. А во сколько лет он начал заниматься вот этим шатаканом? Овек, я ляжу там, по-моему, первый шатакан. Я занимался шатаканом с 8 до 10 лет. Меня туда водили родители, но мне там не понравилось. После 10 лет я прекратила занятия. А во сколько лет киокушином начал заниматься в 2001? В 2017. О, нормально, круто. Расскажи о детстве. Что у него в детстве было интересного? Были какие-то интересные истории, случаи в спорте, на тренировках? Я так понял, что в 17 лет это уже взрослый человек. Поэтому, как он занимался, какими спортами, что-то добивался в этих видах спорта. Что в детстве было интересного? ПО, как ты стал заниматься в 17 лет, на тренировках? В этом году, ты начал заниматься в 17 лет. В следующем году, ты успешен в декабрь? В этом году, ты успешен в 17 лет. Ты успешен в 12 лет устроен в 12 лет? Ты успешен сделать что-то в том, что ты практикал? В школе мы занимались атлетикой и у меня всегда хорошо получался спринт, бег на короткие дистанции, но это уже было в рамках ассоциации вне школы. Атлетизм, я играю в баскет, я играю в Танкино, я был в мою комнату, я в тренинг все-таки, смотрел фильмы с Джаком Норрисом и Ван Дамом, и пытался повторять их движения. Мы сегодня только об этом разговаривали, что все нашего возраста ребята, все начинали с этих фильмов, поэтому я теперь советую молодежи, молодым ребятам опять пересмотреть эти фильмы, потому что они даже их не видели. К сожалению, в сегодняшних фильмах не хватает как раз таких героев, которые в настоящем удрались, типа Жан-Клода Ван Дамма, Рэмбо и так далее. Только остался Стетхэм. И то, мне кажется, Стетхэм похож на Шихана Костова. На кого? На Шихана Костова. А я Диниш, русский, Джейсон Стетхэм, я не знаю, кто-то. А, я мт-тэр, да? Да, похож. Они оба синимаются. Они, да, их никто не может выиграть. Хорошо. Он родился в Париже, это все в Париже, он начинал, все эти вещи, все эти дела. Да, я родился в Париже, в 20-м округе. Подожди, был в 19-м или в каком? В 12-м, в 12-м. Тренировался в 12-м. Округи в Востоке. Он говорит, что я родился в Париже, так же, как все мои братья и сестры. Мои родители родом из Алжира, и они очень давно переехали во Францию. Еще раз повтори, кто первый тренер по киокшин, по карате? Жан Шато. А, понял. Я просто не видел его. Он был на соревнованиях, у него выводил, я просто не видел. Жан Шато, раньше он был учеником Жака-Легре, Шихана в Франции и преподавателя Васили Бель. Ага, понял, понял. Так, 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 вот такой вопрос, я задаю его многим, он одинаковый у всех. Роль твоих родителей в занятиях карате? Чем помогали, может быть, наоборот, вы говорили, не надо заниматься. Мои родители очень помогали мне тем, что они никогда не запрещали мне заниматься каратей. Мои родители всегда подбадривали меня. И несмотря на то, что учеба всегда была очень важной, они всегда, они никогда не запрещали мне тренироваться, как бы, в учебе. У меня всегда было время на тренировок, и когда я начала выигрывать какие-то соревнования по юниорам, они всегда меня поддерживали. Он говорит, когда я начала выступать, драться по взрослым, то я не говорил своим родителям, и уже после, чтобы они не переживали, и после чемпионата возвращался с Кубком, для того, чтобы их обрадоваться. С Кубком и Синяком. Ага, я рекомендую, Эрик. Он говорит, что самые серьезные травмы он получал, пока обрался по юниорам. А как вот, кстати, я хотел узнать сразу, попутно вопрос. Он 17 лет начал заниматься киокушином. И это получается такой переходной возраст, когда, вроде бы, ты юниор, но через год уже по мужчинам выступать нужно. Как ему этот переход дался? Он что-то еще успел подраться по юниорам? И как он переходил взрослым? Тяжело было или как? Он говорит, что ты начался с 17 лет, с тем самым годом, когда мы находимся с юниором и юниором. Ты думаешь, что ты был в этом году в этом году, когда ты был в этом юниором? Ты был в этом году, когда ты был в этом юниором? И как ты видел это? В то время, когда он выступал в юниором, в Франции, они могли выступать в юниором. Когда я начал с 17 лет, я уже видел люди в юниорах, которые были в барбе, с тем самым годом. Это было минимум. И, после, это было в этом году, в этом году, в чем-то 18 лет. Ты мне говоришь, что когда я начал выступать в юниором, я видел уже таких мужиков с бородой, и мне все казалось, почему они должны выступать в юниором. То есть, они выглядят очень взрослыми. Сейчас, конечно, возраст в юниором, это до 18 лет. Все, понятно, понятно. Отлично. Первый турнир по юниорам и первый по взрослым. Расскажи, что ты первый шампионат в юниорах, первый шампионат в юниорах. Он говорит, что когда я выступал в юниорах, то на тот момент, во Франции была очень сильная команда с острова Реонион, и это французская колония по Индийскому океану. И у них была очень сильная команда юниоров, и я помню, что тогда мы действительно шли драться не на жизнь, а на смерть, потому что были огромные травмы, большие синяки, и они все очень, как бы, ну, дрались по-настоящему. Короче, они пираты были настоящие там, да? Индийск, они пираты. Приезжали пираты. Мы шли драться, и не знали потом, как оттуда вернемся. Нормально. В общем-то. В общем-то, в общем-то. Молодцы, в принципе, было в первый шампионата. В общем-то, формулая, это было... ...как я был игроком, в городе, когда я приехал в лагрузе. И, в конце концов, я был тряснен и в первенном шампионате Лени Казут. В общем-то, я был тряснен, Фаврис Шурман, в целом третье, когда он был лошадь в Кашине, в superборд. И все начали, в новом яичке, когда я сталкивался, Первый свой чемпионат по взрослым я выиграл, я тогда выступал с коричневым поясом, я выиграл чемпиона Франции предыдущего года, и Фабрис Фурнон, который выступал уже достаточно много лет, на тот момент я просто был лучше подготовлен, чем они, когда выступал на этих чемпионатах. Это где? Где это? Какой чемпионат? Это по взрослому. Как называется? Это чемпионат Франции. Хорошо, все, да? Он говорит, что я начал выигрывать чемпионаты по юниорам, и потом, ну, после первой победы на чемпионате по взрослым, я настолько не хотел проигрывать, что 12 лет подряд становился чемпионом Франции вплоть до чемпионата мира. Сколько раз он чемпион в Франции? 12. Так, хорошо. Самый сложный его бой в карьере. Сколько раз он чемпионат по взрослым? Он говорит, что один из самых сложных боев. Был финал чемпионата мира против Франции Тавьянова, потому что на тот момент у меня была сломана стопа, было уже 8 боев позади, и финальный бой я должен был выйти на бой и драться. Как бы это был полностью дух Кёк Шина для меня. И также один из очень сложных боев для меня был на чемпионате Америки с тогда еще не очень известным шофеем Арата. То есть тот бой, он тоже был очень вспоминающимся. Это тогда, когда Арата выиграл Тексеру? Да. Когда Арата Тексеру выиграл, тогда это было? Да, это тот год. И Лечи ему ногу отбил, да, я понял. И Лечи и Аганифу. Хорошо, так по поводу бороды, что там он ответил? А, это не знаю, это Карпенко спрашивает. Ну да, что он ответил. Просто Карпенко это один из самых ровных бород в России. Карпенко даже когда в Америку на соревнования приезжает, он сразу идет в барбер-шоп, чтобы красиво над татами выглядеть. Так, хорошо, 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 хорошо. Сколько раз он участвовал в абсолютных чемпионатах мира? Первый раз когда это был? 2007? 2007? Ну да, я был в течение года. Но я была в течение года. Я была в течение года, когда я взял университет и я не знал, что у меня был фрактур, когда я взял университет. Он говорит, в 2007 году, до того как я выступила на чемпионате мира, я была на спортивных сборах, где сломал голень, но я не знала об этом. И с полетом, получается, нога оттекла сильно, и состояние ноги ухудшилось, и я вышел уже на бой, тогда проиграл Эдуарду Танаке, и я помню, что после этого врач мне сказал, что вообще как бы с этими травмами не выходят на татами, не следует выходить на татами. А он с ним дрался первый бой, или ты там дошел к нему? Да, это первый бой. Он говорит, что я тогда еще был не очень хорошо подготовлен для таких турниров, сейчас, если бы у меня было на тот момент больше опыта, я бы совсем по-другому подошел к этому чемпионату. На тот момент у меня было слишком много тренировок, и поэтому от усталости я получил травму этого чемпионата. Сколько этому лет было? О, нормально, я тоже первый раз в 23 поехал на чемпионат мира. Так, короче, вот я сейчас часто смотрю, ну и раньше видел, что вот он абсолютный призер абсолютного чемпионата мира, второе место. И я смотрю, что он всегда тренирует в каких-то клубах спортивных, не вижу же его там кимоно, не вижу, что он преподавал карате. Чем он занимается? Где-то работает помимо спорта, помимо карате или в каких-то... где он еще, чем он занимается? Ты говоришь, что ты, как ты, как ты, чемпионата мира, ты видишь в жизни, тогда я видишь в моем кругу, чем ты видишь в жизни. Как ты делаешь в жизни? Что ты делаешь в жизни? Это мой работа, поэтому я делаю в тени, каскет, так как я делаю, я делаю в тени, костюм, 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 костюм. Я делаю в тени, а я делаю в тени, спортивный. И это мой тени, это мой тени. Потому что, когда я делаю видео, я делаю тени. Потом, когда я кочу, даже каратэ, когда я кочу, когда я кочу, я не могу быть в кимоно. И поэтому ты меня очень часто видишь в спортивной одежде, не обязательно в доге. И очень часто у меня после каратэ личная, индивидуальная тренировка. И поэтому я реже ношу доги. А тренировка не каратэ? Какая-то функционалка там, да, что-то такое? Иди, Антону, по анкоку, а как шоу ты делаешь? Да, в принципе, я работаю с людьми, в общем-то, патронами, шоу-боксинг, etc. Потому что, у нас есть люди, которые не будут дать кимоно, например, делать бокс, ликбоксинг, etc. Я тренирую очень разных людей. Я тренирую часто владельцев каких-то бизнесов или директоров. И они, в зависимости от того, какой у них запрос, я строю так тренировку. Есть многие, которым интересно заниматься, допустим, спортивная, ну, тренировка с элементами филкушина. Я добавляю филкушин, но в целом я стараюсь его добавить во все свои занятия. Я знаю, у него есть доджо, он называется Spirit, по-моему, и он тренирует в нем. У него есть такие, что он стоит, группы там, дети, взрослые, у него бойцы, там, что-что-нибудь. Есть такие у него? То есть, что у тебя у спереди доджо, но есть ли у вас есть еще другие группы, которые уники, дети, взрослые, взрослые? И сейчас я больше преподаю взрослым, потому что я считаю, что преподавание детей это очень важно. У меня не хватает пока на это времени, и поэтому я предпочитаю сфокусироваться только на взрослых. Я уже тренировал детей, мне это очень нравится. И сейчас я понимаю, что если я когда-нибудь заново начну преподавать детям, то мне бы хотелось преподавать своим собственным доджо, где зал будет специально построен под тренировки, чтобы он был полностью безопасен для детей. Все, понял. Понял, понял. Так, дальше. Короче, я расскажу историю для всех. Когда-то был чемпионат Европы в 2014 году. Ну, и турнир идет, я в наушниках что-то там разминаюсь, занимаюсь своими делами, что-то выигрываю, дальше разминаюсь, выигрываю, дальше разминаюсь. И тут дело идет что-то к полуфиналу или к финалу. И нас как-то там вызывает полуфиналистов или финалистов, я не помню, на какое-то построение. И мы стоим, и я говорю, а где Навара? Чего его не позвали, типа, выходить на парады? Они говорят, так он не вошел в финал. Я говорю, как это не вошел? Ну, так он проиграл. Я говорю, как проиграл? Так его же в нокаут отправили. Я говорю, кого? Александр Навара? Он говорит, ну, мне люди говорят, ну да. Я говорю, я не видел. А я весь турнир был в наушниках, даже не слышал и не видел этот бой. И подхожу потом к Александру, говорю, что ты проиграл? Он говорит, ну да, проиграл. Блин, я думаю, ну ладно, хорошо. Сказали, что был нокаут какой-то. И потом я уже, когда домой приехал, увидел на видео, как Джема его нокаутировал коленом. И это, наверное, его единственный нокаут. Я просто, может, других не видел. Ну, нокаут у Александра. И как он подобрал ключик? Я так понимаю, он не первый раз не дрался. И как он умудрился его ударить? Пусть расскажет еще про этот бой. И, кстати, я не много чрезвычайных. И, конечно, я не говорю, как ты каоса. И, конечно, я говорю, как ты готовил? Как ты готовил, и, как ты помогал, и, конечно, ты не говоришь на земле? Субтитры создавал DimaTorzok Это было как, когда я закончил бомбат, и люди сказали, как будто я не был. Я даже не был. Это было 2.5. И это было невероятно, потому что это шокировало всех. И это было немного странно. Я уже до этого отправила соперника в нокаут Хизагирю в голову. Но я знала против кого я выходил на бой. Поэтому я сам удивился и до конца не понял, что я смог отправить Александра Навара в нокаут Хизагири. Я помню, когда я спускался с татами, люди поздравляли меня, как если бы я выиграл чемпионат Европы. Хотя это было всего лишь бой за выход в финал. Вот тут спрашивает один из моих родителей. Когда это колено первый раз прошло у него в бороду? Я тоже хотел его узнать. Как он понял, что это его коронка? Потому что я давно его наблюдал на турнирах. Он не всегда попадал в колено. И только последние годы своих выступлений, года 3, по-моему, это колено начал ему приносить нокауты. Когда он понял, что это его коронка? И как он его нарабатывал? Как он узнал, что это его коронка? Как он его бил? Ну, сейчас уже можно открыть секреты. Сейчас он уже не выступает. Я понял, что это мой коронка. Но здесь можно... Я думаю, что он знает, что он знает. Я поймал почему я начался в ИЗА Д'АН, и как это пришло, после болезни. Сначала я пришла на длину. Сначала я включил поток, на стопе, на стопе, на стопе. И потом, как я не могла ли делать куты, я не могла делать куты, но только у ИЗА с этой стороны. Я пришел к этому коронному удару после того, как я выдохнул себе колено ударом с разворотом. И долгое время я не мог бить никакие круговые удары, я мог бить только вперед. И вот так я начал практиковать изогирик. И я был в конце концов, я мог бы попробовать. Я приехал в финале, в конце концов, в Шаре. И в конце концов, он делает 120 кг, он очень большой. И в конце концов, я сняла, и в Исагири, и в Као. И я видел эффективность изогирик. И это действительно из этого дня, я начал работать в Исагири. Хизагири был единственным ударом, при котором я не испытывала никаких болевых ощущений, когда бил. И несмотря на то, что я все еще не мог полноценно вести бой из-за вылетнутого колена, я решил выступать на Кубке Франции. И в финале я дрался с очень тяжелым соперником, он весил 120 кг. И тогда первый раз у меня прошел Хизагири в голову, и я отправила его в нокаут. И тогда я понял, насколько это очень действие, действенная техника. В каком году это? В таком месте. Где-то в 13-м? В 1011-м. А, сейчас понял. Как он его отрабатывал, это колено, на тренировке? Много стоял, точил его, или он на носа у него шло? Как? В таком месте. Так как квадрицеб, это достаточно крупная мышца. Я объясняю это тем, что она должна быть максимально расслабленной при ударах изагири, тогда его можно исполнить будучи непосредственной близости к сопернику. Очень часто бойцы до использования хизагири переносят вес тела назад для того, чтобы было легче выстрелить ногой, это в принципе неправильно, нужно постараться как можно меньше показывать то, что ты хочешь ударить, и как только вы сможете не отклонять вес назад, не меняя положение тела, тогда хизагири будет действенным и невидимым. В принципе, в принципе, это то, что делать так же, это не работает. Сначала нужно держать противника, например, с Гедан Маваши, это не работает с Иза, и когда человек думает, что ты вернешься на фонарь, ты перейдешь в изагири, и ты берешь Као. Так просто, конечно же, использовать его и попасть сразу в голову не получится. Если нужно до этого открыть соперника с очень сильными ударами в другие части корпуса, я называю это как бы сделать окошко, и как только он будет сконцентрирован на какой-то своей другой части тела, потому что там больно, тогда нужно выстреливать хизагири в голову. То есть, давай, еще, еще, еще. Когда я начал тренировать хизагири, я понял, что я должен улучшить всю остальную свою технику для того, чтобы хизагири проходило лучше. Зачем? Зачем это? Не понял. Зачем? Зачем, я не понял, зачем это? Зачем? Зачем остальную технику улучшать? Я не понимаю, и я не понимаю. Он имеет в виду, что как только он улучшил технику исполнения, допустим, гедан-маваши, как только он начал бить сильнее, он увидел, что хизагири проходят лучше, потому что люди чувствуют, ну, то, что, как бы, вот после гедан-маваши герри, у них больно, так как удар тяжелее и сильнее, болит нога, и поэтому они меньше сконцентрированы на том, чтобы защищать голову. Понял, понял. Ну, то есть, нога при ударе коленом в голову расслаблена у него? Это означает, что когда я беру в голову расслаблена, она будет расслаблена? Да, она не расслаблена, когда я расслаблена, она не расслаблена. Только в конце, когда уже колено близко к голове, тогда я напрягаюсь для того, чтобы сделать, как бы, ну, концовку удара, потому что, если нога будет напряжена раньше, то тогда соперник увидит, какую технику я хочу сделать. Сейчас, если ты бьешь гедан на вашей конца. Если ты бьешь гедан на вашей конца. А потом, если ты бьешь гедан на вашей конца, то, что же мы взяли, и все, и все, и все, и все. Да, это лично я уже подсмотрел у него, но это надо другим. Я видел этот лоу-кик, когда он лоу-кик вот такой делает, и потом переводит так на голову. Так, 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 окей, это все разобрали, хорошо. Про чемпионат мира, последний его. Как он готовился на абсолютный чемпионат мира в 2015 году? Где, с кем, как? Как я готовился на чемпионат мира в 2015? Как я был готов? Как я был готов? В принципе, я пришел в французе в 2014. И я был в французе в 2015. И я был в французе в 2015. И я был в французе в 2015. Я был в французе в 2014. В 2014 году я открыла свое доджо, и мне очень повезло, потому что в зале, в котором я открыла свою секцию, было очень удобное расписание, я мог приходить каждый день тренироваться. И мне повезло еще с тем, что у меня были достаточно тяжелые и сильные ученики, с которыми я мог практиковать кумитей и готовиться к чемпионату мира. Я знала, что у меня достаточно хорошие условия, и я хорошо подготовлена для того, чтобы участвовать в чемпионате, и моя задача была улучшить все свои качества. И очень важным моментом было то, что я занимался с очень маленькой командой, и это позволило мне быть достаточно расслабленным и готовиться к хорошей атмосфере. Есть, да? Про чемпионат мира. Пусть расскажет о боях, сколько там было, с кем дрался, как дошел до финала он, и ощущения. Вот он рассказывал, что он там потренировал ногу, где, в каком бою, как это все случилось. Просто о чемпионате мира ощущения будешь рассказывать. Когда я был в Кемпионате 2015, первый бой, ты был в Кемпионате? В кем ты был в Кемпионате? Что ты чувствовал? Что это было интересно, что ты не говоришь? В общем, это был чемпионат, потому что, когда я прошла эти этапы, у меня два табла, у меня есть все номера, я думаю, что у меня есть 190 комбатт, у меня есть 192, у меня есть половина, и видеть свой номер, это было интересно. И я получал 7 контактов, у меня есть 5 контактов, это был чемпионат, и у меня нет стабилизм, в первом бою, у меня был очень сильно митап и пе-пе в ногу, так как, после этого, я был в гостеле, я got в глаз, и уже началась, у меня есть очень много. Моя чемпионат мира, это было очень интересное и зафлитное время, этот чемпионат мира, потому что тогда было около 192 участников, и каждый постепенно видит свое имя, которое остается в списке, так как другие выгывают. Это было очень волнительно. У меня было в целом 7 боев, и финал был восьмым. Мой чемпионат мира начался очень жестко, потому что в первом бою я встретился с бойцом из Ирана. Они известны своей жесткостью. На тот момент, когда я участвовал на чемпионате мира, у меня не было никакой медицинской команды. И после первого боя, боец бил очень часто в колени, после первого боя, когда я пришел в отель, я обложился льдом для того, чтобы восстановиться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. тяжеловес, и последующие бойцы, с которыми я встречался на датаме, они были легче. И поэтому этот первый бой он меня обостроил на чемпионат мира. А потом я дрался с чемпионом Японии, Арадой, боец в легком весе. Как его зовут? Как его зовут? Арада. 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 Он маленький, очень сильный. Он маленький, высокий. Он не высокий. Не Араки? Араки? Да, Араки. Арада. Арада. Он был чемпион. Он довольно дискретный, но он должен победить в Японии в легком весе или в легком весе. Он победил чемпионат Японии в среднем весе. Да, я не знаю такого. Ну, может, я его знаю в лицо, так? Фамилию не имею. Ну, по-моему. Ну, я ошибаюсь. А, это Харада? Да, да. Да. А, что Харада, я понял. Это хороший месяц. Сейчас он качал. Да, это было для меня. Фитнес. Вы можете когда-нибудь вы узнать. Да, да, я понял, да. И потом, я получил много русских. Мадислав Экимов, Кирилл Кошнер. Я выступал против очень сильных бойцов русской сборной, против Игоря Циткова, Владислава Якимова и Кирилла Почнева. У меня был один бой с бойцом из Южной Африки. У меня был один бой. Я вернулся. Я вернулся, я вернулся. Я вернулся, я не знаю, я вернулся, я вернулся. Не знаю, с Игоря Циткова, или с Кирилл Кошнер. Ты шутишь, Иллюха? Он спрашивает, уедай, тяжело было? Уедай? Я уже не помню против кого против Игорь Циткова или Кирилла Кочнева я разбил стопу и то что касается боя с Уэдой я помню что он был очень техничным и быстрым и для меня главной задачей было не поддаться на его этот ритм боя и я смотрел его бой с Карпенко когда он его нормально засадил и что он посмотрел и вывод какой делал что с ним делать надо было я смотрел его бой с Карпенко и вы думали что-то? Барба Карпенко, она не была очень права, но она не была очень права. Было очень важно, что на этом чемпионате у меня не было ни одного добавочного времени. Это позволило мне быть в лучшей форме, потому что все были уставшими. Также я старался, во время каждого боя, получить удовольствие от этого момента. Ты ему скажи, что Карпенко хочет каких-то денег от него, потому что он говорит, что это он ему ногу наковырял, чтобы потом его на Японию вывел. Поэтому не обессудьте, братва, закиньте на Новокузнец денег, пожалуйста. Пару евро. Он говорит, что когда мы делаем подарки, то мы не ждем чего-то в ответ обычно. Но Ямит, я не буду думать. Какие были у него чувства после чемпионата мира, когда он занял второе место? Он был рад или он был расстроен? Пару евро. Пару евро. Пару евро. Пару евро. Пару евро. Пару евро. Я не желаю вам. Я считаю, что мне очень везло в тот день, потому что Шикан Ипатов после чемпионата мира привел меня к своему врачу. Я ощущала поддержку команды в Франции, но также и вот эта поддержка для меня оказалась очень важной. Я не знаю, какой путь я прошел, потому что я был уставшим, у меня были травмы, это скорее люди, которые были вокруг меня, которые видели это и которые постоянно говорили мне об этом. Да, все, да? Слышно? Да-да, тут просто Карпенко, но я расскажу историю, как-то Илья Карпенко путешествовал и поехал в Париж в гости к Джеме. И говорят, что Джема завел его в какой-то район, где одни мужчины. Пусть расскажет эту историю. Бастиль, ааа, но это может быть для своей барбе. Но нет, это только Бастиль. Ааа, нет, он был в Париж, 11-м. Он говорит, может он видел только мужчин? Ааа, потому что он любил мужчины. Но нет, это был в Бастиль. Все, Настя, ты больше не переводишь нам? А? Ты больше не переводишь нам? Нет, я не перевожу такое. Как он вообще настраивался, когда выступал на бои? И как он справлялся с волнением? Не только на «Си Пяти Мир», вообще на всех турнирах? Музыку слушал, спал, отключался? И ты главный ответ за этим как жаль. Как ты говорила, что теряешься? Как ты работаешь с чувствами? Как вы скажете, пить? В общем, это настроение, это иначе… Что касается… Что касается написания… Чтоrend-то из której каунувши, что там, у нас есть результаты… если ты стеснянь, что у тебя не еду, что ты overstесаешь. А он не на 있고 что ты оказываешь к себе. Музыку в конкурсе… Что это у тебя… Аааааа? спорт, пассажир, технику, и, возможно, у меня стресса немного снизилась. Чем больше я тренировался и готовился к турнирам, тем меньше стресса у меня появлялась перед боями, потому что иногда бывает, что физически ты полностью готов, но из-за того, что ты очень много переживаешь, то ты перегораешь перед боем и не можешь показать себя на все 100%. Чем больше я тренировался, чем сильнее бил, чем больше наращивал скорость и технику, тем меньше у меня было стресса перед боями. Естественно, тут помогает музыка и определенный настрой. Есть, понял. Я вот отвечу на этот вопрос тоже, потому что многие спрашивают, многие отвечают, и многие ребята как бы говорят, ну просто надо настроиться, просто там музыку, просто поспать. Но я хочу сказать для молодежи, для молодых ребят, что самое эффективное то, что убирает ваши вот эти волнения перед боем, настрой перед соревнованиями, это до того, как вы пришли к этому турниру, нужно пройти большой путь соревновательный. И нужно очень часто ездить на соревнования. Чем чаще вы выступаете, тем меньше волнения. И это не зависит, сколько лет вы там выступали, это зависит только от систематизма. Если вы часто выступали, вот, например, определенный год выступали часто на соревнованиях, тогда у вас уходит это волнение. Если вы делаете какую-то паузу на месяц, там, или на год, на полгода, месяц не берем, полгода, год, тогда после паузы нужно опять набирать этот объем соревнований, чтобы волнение ушло. Потому что больше всего волнение уходит, когда вы систематически выступаете на соревнованиях. Поэтому мы заставляем выступать и по боям, и по ката, чтобы больше вы набрали объем, и больше в следующий раз волновались. Вот это самое главное. Так, окей, окей, окей. Андрей, я согласен. Я согласен, Материн. Существует, когда люди говорят, они не будут порценно выступать, но на день я, на соревнованиях, они будут забыть их, они будут забыть, они не забыть, они не забыть, они не забыть, и так далее. И как он говорит, если ты делаешь больше на соревнованиях, то, что ты делаешь лучше, и на день я, так как ты делаешь меньше, ты знаешь, что, например, ты домой уходит, ты знаешь, что есть пакет-тоилет, если у вас нет, лучше вы не берете пакет-тоилет, и так далее. В общем, это маленькие вещи которые будут обеспечивать твои стрессы. Но больше ты делаешь компет, больше ты обеспечаешь и меньше ты стесня. Я думаю, что есть еще такие бойцы, которые, так как они выступают мало, и их стресс проявляется в том, что они могут забыть какие-то документы, забыть пояс, неправильно разогреться, и, естественно, чем больше выступаешь, тем вырабатываешь привычку к тому, как подготавливаться к чемпионату даже до таких малейших деталей. У меня такие были случаи часто, и у моих друзей я много видел, когда мы забывали, бывало, выезжали в другой город, а я паспорт забыл. В Америку, когда мы в 13-м году ехали, я паспорт вообще забыл, мы возвращались домой. или у меня друзья постоянно забывали пояс, третий дан у него, он потом где-то найдет первую, с первым дерется. Это правда, такие есть вещи. в Америке. Спасибо. Я, кстати, расскажу историю, может, он ее не знает, я всем расскажу, когда я его первый раз увидел. Ну, я, может, его не первый раз увидел, но так, заметил. Когда был чемпионат мира, 2011 год, и у нас поселили в каком-то спортивном городке таком. или что-то такое. Типа, у нас был юбилейный чемпионат мира, а, нет, десятый, десятый чемпионат мира, юбилейный десятый чемпионат мира, когда Тарел выиграл. И нас поселили где-то отдельно в каком-то таком, прям, спортивном городке, я могу так назвать. И мы с моим другом заходим в этот. Я не знаю, где-то, 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 где-то. Мы с моим другом заходим в душевую, и мы там в полотенце, и он с Максом там в полотенце, и мы там что-то моемся, увидели их, и они такие все красивые, накаченные, пресс у них, они такие два красавца, в зеркало смотрятся, причесываются такие. Мы тогда их первый раз увидели. И мы тогда ему дали кличку у нас между собой на тренировке, ну, мы с моим другом, который вы видели, дали Джемме кличку красивый. Просто красивый. И был такой боец из Польши, Марчин Прошнио. Помните? Я по-любому его помню. И он всегда дрался так некрасиво, коряво, он так как обезьяна дрался. Он эффективно дрался, нокауты делал, выигрывал много турниров, но он такой был кривой, корявый. И мы с моим другом идем тогда, когда увидели Джему там все, он говорит, и мы говорим, блин, ну он прям красивый. вот, ну и будет ему кличка красивый. А мы такие, а кто некрасивый тогда? Ну, а некрасивый тот поляк будет. И мы этому поляку дали кличку некрасивый. И потом на любом турнире, когда ты объясняешь там, ну вот этот красивый дрался, да, а с кем? Ну там он тут еще некрасивый, помнишь там, но мы короче не знали как их зовут. По-моему они дрались по-моему в Венгрии, нет? Они дрались они? Ты бачил с конца в Венгрии? Ну? Я бачил в финале чемпионата Европы, в Венгрии. В финале чемпионата Европы, в 2012 году. Он тогда выиграл у какого-то русского бойца? У этого, Николая Давыдова, который посмел в Венгрии. Нет, он выиграл Степина в 2011 году на чемпионате мира. В 2011 году этот поляк, Марчин выиграл Степина на чемпионате мира. Андрей Степин. Вышел просто, накинулся на него. А потом в 2012 году выиграл его друга, Колю Давыдова, на чемпионате Европы, в полуфинале. Николай Давыдов. Николай Давыдов. А Коля тогда в 2011 году стал призером мира. Вот такая ирония. И, насколько я знаю, он в UFC даже участвовал, поляк, но все-то у него не пошло и что-то пропало. Хороший парень такой. Он в Америку с нами ездил, но что-то его сейчас не видно. Ну, в общем, это такая история отвлеченная. Он в ММА. А, он сейчас занимается ММА. А, он сейчас занимается ММА. В Берлине мы выступали на чемпионате Европы и мы опять дрались вместе. А, да-да-да. И в Азар, Иза, Иза, Иза Джодан. И я попала на Физагире в голову. В ММА такому не готовят, да? Ну, где ММА, это все. А, стопа. Так, хорошо. Блин. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Как он отдыхал, когда... Ну, вот он, когда занимался каратэ плотно, ездил на соревнования, выступал, на многие турниры престижные ездил. Как он отвлекался от спорта, от каратэ? Потому что я знаю, что, ну, многие спортсмены пытаются отвлечься от спорта, заниматься чем-то другим, хотя бы на выходных, чтобы больше продлить свой там век в спорте, есть ли у него какое-нибудь хобби? Это похоже на ночь, у кого-то? Ну, в общем, я доставлю как-то, В общем, через это ... Когда я был по-мамбор, Для того, чтобы расслабиться, я мог смотреть фильмы, играть в какие-то видеоигры. Мне всегда нравилось выходить на природу, гулять. И сейчас, для того, чтобы отвлечь, в более уже зрелом возрасте, для того, чтобы отвлечь, ты занимался другими видами спорта, типа баскетбола. И я был обязан, чтобы делать то, что я делал в World Open, чтобы концентрироваться на пиокушин. Я не могла меня потерять на другом стиле. И на тот момент, когда я готовилась к чемпионатам, так как во Франции у нас не самый сильный пиокушин, нам хватает для того, чтобы восстановиться чемпионами страны, но для интернационального уровня нужно тренироваться лучше, поэтому я особо не распылялся на разные, не распылялся на разные занятия, а больше концентрировался именно на пиокушине. И, когда я победил чемпионатам, по категории по, в принципе, у нас есть в будущем, в принципе, когда ты делаешь это первое время на французском. Потом ты увидишь, что французский может, и это открывает двор, и это создает возможность. И в World Open, еще больше, с Антонио, Максим, и то, и так далее. Дальше, когда ты делаешь это, это создает возможность. Это возможно, ты можешь быть французский, и, международным уровнем, и выиграть много. Так что это открывает. Я обязательствую меня за это. Сейчас, Мастер, сейчас у нас осталось минуты, а сейчас я сохраню. Войду еще раз, и ты мне переводишь, хорошо? Все, давайте сейчас. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok